друзья я хочу рассказать вам об одном уникальном случае из врачебной практики который мне пришлось оперировать давно но от этого он не становится менее интересным поликлинику шла бабушка бабушка была очень старенькая она шла лечить гипертонию была зима была сибирь скользкие ступени на крыльце бабуля скользнулась и упала и ударилась боком ступеньку не смогла встать ей стало очень плохо окружающие пытались помочь но не смогли бабушку отвезли по скорой помощи в дежурную больницу бригада скорой помощи заподозрила у нее травму брюшной полости можно и повреждение внутренних органов хирурги когда осмотрели ее приемном отделении увидели контурирующие большое образование в поясничной области то есть определялась большая такая шишка сантиметров 30 в диаметре где-то в поясничной зоне я дежурил в тот день с моими докторами по неотложной урологической помощи и хирурги вызвали нас приемник на осмотр бабушки они заподозрили травму почки но при тупой травме почки никогда не бывает такого четкого контура гематомы сформировавшегося в забрюшинном пространстве первых разрыв почки появляется при очень сильном ударе локальном о поясничную область или в области вот боковой зоны или со стороны спины причем никогда я не видел разрыва почки от удара кулаком там или от пинка ногой это всегда какое-то воздействие внешнего предмета очень сильная либо это автодорожная авария либо мотоциклетная травма когда вот в поясницу что-то бьет либо травма от падения с высоты здесь было понятно что прогрессирует внутреннее кровотечение у бабушки снижалось артериальное давление при ультразвуковом исследовании обнаруживалась какая-то каша совершенно непонятная то ли это кровь то ли что это в общем медлить было ни в коем случае нельзя бабушка была очень недовольна она лечить шла лечить повышенное давление здесь и предлагают какую-то операцию она категорически была против когда человек по роду каких-то обстоятельств не не может принимать самостоятельные объективные решения тогда собираются минимум три врача с присутствием дежурного администратора определяют диагноз жизненно важные показания что без операции человек погибнет в ближайшее время и принимают решение оперировать у бабушки снижалось артериальное давление она теряла сознание спутанное сознание которое ухудшалось оценить все очень быстро мы повезли ее в операционную во время операции обнаружен совершенно уникальный случай огромная опухоль левой почки диаметром 30 сантиметров где-то которая лопнула то есть это травматический разрыв опухоли почки опухоль злокачественная но тем не менее и очень больших размеров надо сказать что в пожилом и старческом возрасте злокачественное новообразование прогрессирует очень медленно так как весь обмен веществ метаболизм он замедленный снижен вот у бабули это именно и произошло она выросла до больших размеров но потом мы ее обследовали и не нашли нигде никаких метастатических поражений то есть очагов этой опухоли в других органах но во время операции мы столкнулись тяжелыми очень техническими проблемами дело в том что кроме того же сама эта опухоль гигантских размеров еще и все вокруг пропитана кровью анатомических ориентиров 0 операционная рана не позволяет даже как-то свободно манипулировать под контролем зрения спокойно выполнить полноценное удаление этой опухоли а решать нужно быстро потому что у бабули снижается давление и капают в три вены в том числе и донорскую кровь и мы должны максимально быстро удалить эту штуку и прекратить потерю крови у меня только что было очень сильное напряжение нервное адреналин колотила сердце у меня очень сильно я понимал что от скорости принятия решения зависит жизнь бабушки в итоге быстро выделил подошел к сосудистой ножки вслепую вслепую под этой массой наложил на сосуды зажим мощный отсек все выбросил и потом уже спокойно начал разбираться под контролем глаза обрабатывать сосудистую ножку надежно чтобы избежать повторных каких-то инцидентов кровопотерей тяжелая очень операция но удалось бабушки все выполнить достаточно быстро через три дня нахождения в реанимации бабуля уже сидела в отделении провела гречневую кашу а через 12 дней выписалась из больницы до свидания не сказала но это и не важно счастливо